МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Петрович, что слышно? О, привет. Ты по кельскому? По кельскому, по кельскому. Вадим, слушай, что-то ты очень плохо выглядишь. У меня есть отличный индонезийский кофе. Идем. Заряжает на целый день. Петрович, спасибо. Спасибо, да. Или спасибо, нет? Какой к черту кофе? Я не сплю вторые сутки. Погоди, у меня же правильный кофе. Что по кельскому? А, по кельскому. Не считая сердцем, остальные внутренние органы были в порядке. Все указывало на обширный инфаркт. Ему предшествовали еще два микроинфаркта, судя по рубцам на сердце. Вообще, все шло к логическому завершению. А вот, что я и нависал в заключении. Инфаркт? Да. Э, не, погоди, капитан. Дело в том, что я заметил маленькую деталь. Красные точки. Какой след мог оставить электрошокер? Сильная штука, вызывающая мощный мышечный спазм. Ну, что? Видишь? Да, действительно. Красные точки. Ну, да. Красные точки. Чем? Кстати, холодно. Что там насчет кофе? В моем кофе есть отличный согревающий наполнитель. Идем. Так вот, нельзя отвергать гипотезы, что было совершено покушение. Если долгодержателем на шокер, а особенно если больное сердце, то вполне возможен летальный исход. Идем. Ну, как? Индонезия. Тут вообще кофе есть? Немножко. Да, Петрович, гипотеза, конечно, хорошая, но как вы сможете доказать, что смерть наступила именно от электрошокера, а не от инфаркта? Нужны дополнительные анализы. Приходи завтра. Завтра будет ямайский кофе. Привет, Василиса. Привет, подруга. Скажи, пожалуйста, а сегодня Алекс к тебе в галерею не заходил? Нет, а что? Да нет, ничего. Просто он меня сегодня переночевал, а потом исчез. Слышишь? Да ладно. Ну да. Послушай, давай сейчас встретимся, и я тебе все расскажу. Договоримся? Давай. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Я в больнице. Ага. Какой-то человек сюда привез, оставил и уехал. Вы помните что-нибудь? Помню, что машину ловил. Мужик какой-то согласился до города отвезти. Потом я вырубился. А ты как здесь оказался? Мой номер телефона у вас в кармане нашли. Я вам писала. Помните? Помню. Да? Здорово вас. Это как-то связано с убийством Кельского, да? Вы знаете что-то? Вы не переживайте. В милицию уже сообщили, и там ждут звонка, когда вы очнетесь. О, господи. Вас что, после дознания избили, что ли? Кошмар какой. Я могла бы вам помочь. Я бы вас спрятала в надежном месте. Вы бы нам с санаторием помогли. Возьмите ватку. Они же вас оставили просто потому, что знают, где искать. Вам есть где спрятаться, есть куда пойти. Пошли. Только без личных вопросов. Угу. Пошли. Слушай, вышла я подышать свежим воздухом, а он просто подошел ко мне, взял меня за руку и отвез к себе домой. Пошли. Да ты что? Представляешь? А я-то думаю, куда это вы оба пропали тогда с выставки? Вася, он сумасшедший. Я думаю, вот это вот. Ну, как тебе? Обалденно, Алёна. Нет. Я хочу это. Лучше это. Ну, как тебе? Ну, так себе. Да? Беру. Беру всё. Это же стоит кучу денег. Никогда бы не могла подумать, что бас такой щедрый. Просто не со всеми. Вот так. Извините, эта карточка заблокирована. Такого быть не может. Проверьте, пожалуйста, ещё раз. Нет, не проходит. Может, это у вас терминал не работает? Девушка, у нас всё работает. Может, Алекс нашел себе другую? Угу. Вы можете рассчитаться наличными. До свидания. Ну, вот мы и пришли почти. Вот наш санаторий. А если захотите, можно будет молочко свежее козье попить. Оно здесь дешёвое, очень полезное. Здесь вообще место хорошее. Сосны кругом. Воздух здесь хороший. Правда, у нас тут связь плохая, дозвониться бывает тяжело. Будете здесь в безопасности. Люди здесь хорошие, душевные. Мать! Мама! 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 Привет. Привет. Папа, кто это? Это мой знакомый и дядя Саша. А меня Алиса зовут. Может, называть меня Алекс. Алекс. Наконец там у Катерины в друзьях мужчина появился, да еще такой интересный. Не знаю. По-моему, вообще ничего особенного. Вот здесь вот за углом наша деревянная веранда. Тут сначала тяжело ориентироваться, но вы потом привыкнете. Мам, пап, ну где вы там? На самом деле территория не очень большая. Идемте, идемте. Ну, вот мы и пришли. Вот это наше крылечко. А мы с мамой тут живем. Алиса, вот эта комната, о которой я говорила. Проходите сюда. Проходите, проходите, пожалуйста. Вот, вот здесь можете расположиться. Эта комната, она как кладовка используется. Здесь инвентарь хранится. Конечно, не очень уютно, но я все уберу. А вот это вот ваша кровать будет. Здесь вообще душ есть? Конечно. Он у нас в комнате. Проходите сюда, пожалуйста. Там у нас душ, а тут я с мамой живу. Так, дочь, не терроризируй человека. Вы извините ее, пожалуйста. У нас не часто гости бывают. Сейчас я полотенце принесу. Ты рисуешь? Ты рисуешь? Да, я. В художественной школе учишься? Нет, в обычной. У нас таких школ нет. Это Рита. Она все время есть и бережет свою фигуру. Это Аля. А это мама. А это Лев Борисович. Он просто добрый. Ты молодец, способный. Спасибо. Только я просто срисовываю. Это лица такие особенные. А у меня какое? Особенное? Ну, да. Особенное. Только кажется, что ты кого-то за ним прячешь. Вот мыло, полотенце. Алиска, идем. Саша будет купаться. Я поищу, во что вам переодеться и вот сюда вот положу. Идем? Ну так что, нарисуешь меня? Ну, если вы так просите, нарисую. Не важничай. Извините. Садитесь, Катя. Спасибо. Я вчера на вас накричала. Не очень неловко. Ну, ничего страшного. Не знаю, что на меня нашло. Устала, наверное. Зорвалась. Эта работа просто делает из меня какого-то монстра. Ну, с кем не бывает. Я видела, к тебе друг приехал. Это знакомый мой. Вы извините, пожалуйста, что я вам сразу не сказала. Он у меня поживет некоторое время. В комнате, где я инвентарь храню. Просто он может быть свидетелем убийства Кельского. А почему ты сказала, может быть? Он, честно говоря, не хочет, но мне кажется, я могу его переубедить. Ну, зачем? Зачем заставлять человека? И никакое это не убийство. Вот в газете было написано, что это просто несчастный случай. Ну, Лора Афанасьевна, на второй день после смерти Кельского к нам приезжает адвокат, который давно хочет выкупить нашу территорию. Ну, разве это совпадение? Да наш санаторий в таком состоянии, что любой хочет его выкупить. Его давным-давно хотят отдать. Лора Афанасьевна, в каком таком состоянии наш санаторий? Ну, все. Зачем мы будем ссориться? И хорошо, что ты друга своего привела. Знакомого. Знакомого. Очень хорошо. Пускай отдохнет, ведь воздух у нас хороший. А ты присматривайся, ведь ребенок-то без отца растет. Лора Афанасьевна. Ты знаешь, что психологи на этот счет говорят? А ты почитай и подумай. О, это Лора. Моя совхозник. Никак не может успокоиться. Типа одного привезла. Я его фото вам выслала. Говорит, что он свидетель убийства Кельского. А если начнут копать? Не успеют. Мы до этого все оформим. Нет-нет. Нет. Я боюсь. Лора, Афанасьев. Так дела не делаются. Вы с вами договаривались? А теперь вы что устраиваете? Ну, на всех документах мои подписи. Ну, хорошо. Поскольку вы в этом деле новичок, я согласен пойти вам на уступки. Двойной гонорар вас успокоит? Но ведь там этот свидетель. Свидетелем займусь я. Вы, главное, завхозом займитесь. Вы хорошо. Я могу войти? Извините, пожалуйста. Я стучала. Я вещи принесла. Ой. Ну, что, так лучше? Значит, так. Давайте с вами сразу уяснять. Вы можете здесь жить какое-то время. Взамен вы нам помогаете сохранить санаторий, как мы и договаривались, и больше ничего. Понятно? Хорошо. Здрасте. Здрасте, Лев Борисович. А че ты с Катериной? Она обычно очень приветлива. Пошли, пошли, скорей. Куда? Как куда? Твой портрет рисовать? Я уже все приготовила. Садись здесь, смотри туда. Извините. Я краем уха услышал, что вы можете помочь нашему санаторию. Преувеличивают. Я вряд ли смогу чему-то помочь. Жаль. Я вообще-то пришел посмотреть, как подошла моя одежда вам. Как видите. Чем богаты, тем и рады. Нормально. А-а-а. Спасибо. Лев Борисович, ну, когда я возрисовала, нам никто не мешал. Все. Ухожу, ухожу, ухожу. А ну. Ух ты. Молодцы. Ну, отдыхайте. А ты не крутись. А то без глаза оставлю. Привет. Вадим. 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 Скрытие показало, что смерть наступила от инфаркта. Вот заключение. У него было больное сердце. Да, так и не скажешь. А мы с ним когда-то пересекались. А что фотографии Баса? Что это за люди на них? Думаю, там на фото виден момент, когда Кирскому стало плохо. Он почувствовал недомогание и вышел из машины попросить о помощи. Почему эти люди не вызвали скорую? Не знаю. Может, просто испугались. Может, не захотели связываться. А может, ему просто стало лучше. Он сел в машину и умер. Ну, и славно. То есть, жаль, конечно, человека. Но спасибо ему, что не стал все усложнять. Не хочется заканчивать месяц висяками. Так что подшивай заключение и закрывай дело. Добро. Валера. Слушай, долго еще, а? Сиди ровно. Нос кривой будет. Все. Можешь смотреть. Это что, я? А ты что, себя никогда в зеркало не видела? Мне кажется, очень похож. Мам! Мам! Иди сюда! Идем посмотрим. Что ты хочешь? Смотри. Правда, красивый? Да, неплохой рисунок. Ну, вот. Молодец. Вы извините меня, что я так, ну, грубо. Да нормально. Молодец. Так что, могу забирать? Ну, если вы так просите, забирай. Умница. Так вот, я провел его до нашего санатория. Там ему помогает какая-то барышня. Местный завхоз. На рожон твой товарищ лезет. Бас, не из таких. Он на рожон не полезет. Или девка его туда тянется? Да нет. Ему другие нравятся. Вокруг него всегда модели, звезды, тусовка. А в городе таких звезд не увидишь. Это точно. О, Лев Борисович, здрасте. Здрасте. А мои детки сейчас репетировать будут. Так что, да, присоединяйтесь. Так, а ну, давай. Дети, давайте. На исходную. Лев Борисович, приобщайтесь. И начали. Арман. Прекрасно. Прекрасно. Молодцы. Молодец. Да-да-да, молодец! Молодец! Давай, давайте, убегите, переодевайтесь. Сердце где? Я здесь? Бегу! Лесные феи, девочки, на исходную, давайте. Ну, быстрее, поживее. И пошли. Руки, 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 вверх! Молодцы, молодцы! Аля, все, не волнуйся, я уже здесь. Лев Борисович, я похожа на сердце. Похоже, похоже. Теперь в центре. Так. Зачем? Рано, рано еще. Сейчас, сейчас, и теперь полетели. Ага. Зачем вы посетили нас, души забытого? Стоп! Стоп! Девочки! Ну, мы же договаривались. Надо силы ходить. Чего желаете? Боблик, матрушка, пирожок? С мясом есть что-нибудь? Сосиска. Есть. Приготовьтесь. Давайте четыре. Раз. А лучше четыре. Кто хорошо ест, тот хорошо работает. Пожалуйста. Зачем вы посетили нас? Вам понравилось? Очень. А я сердце. Приходите завтра на концерт, я петь буду. Ягодич. Ага. Встречай. Ага. Покупай. Ага. Добрый день, Исма. Рад тебя видеть, брат. Это несерьезно, Борис. Вы обещали, что документы будут готовы сегодня, а ничего нет. Я прошу прощения, дружище. Это просто мои юристы немного не успевают. Поторопите своих людей. Мы не можем ждать так долго. Уверяю тебя. Еще пару дней и все будет нормально. Нет, Борис, так не пойдет. Если вам не по силам совершить эту сделку, скажите, мы найдем других посредников. Нет, нет, нет. Все нормально. Это форс-мажор. Бюрократические проволочки. Борис, мы очень заинтересованы в покупке этих земельных участков. Я сам. Сейчас же этим займусь. Эй-эй! Выключай. Помочь? Нет, спасибо. Я уже заканчиваю. А Лизка молодец. Хорошо рисует. Понравилось? Она умница. У нее всегда очень хорошо получается. И представляете, совершенно само собой. А когда она маленькая была, она даже во сне рисовала, спит. А сама так пальчиком водит, рисует. Я, дурочка, думала, что это заболевание и к врачам ее водила. Да ты что, это талант. И не развивать его — это преступление. Я вот, когда студентом был, тоже болел. Макро-миром. Даже получал какие-то призы, награды. Потом начал работать. И все пошло как-то по-другому. А что такое макро-мир? Макро-мир? Это легче показать, чем объяснить. Смотри, паутинка. Ага. На первый взгляд, это просто паутинка, да? Ага. Ну, если приглядеться, то можно увидеть целый мир. Мам. А кто-то обещал на речку сходить. Да. Да. Доброе утро, товарищ генерал. Бригов где? Вадим сказал, что не будет в городе несколько дней. Дело Кельтского у тебя? Нет. Он забрал его с собой. Сказал, на досуге хочет изучить. Срочно найди своего шефа и доставь сюда. Если понадобится, арестуй. Есть, товарищ генерал. Твоя дивизия. Твоя дивизия. Я прошу прощения, вы не спите? Да нет. Поговорить надо. Можно вас на минутку? Да, конечно. Я вашу одежду постирала, до завтра, я думаю, высохнет. Спасибо. А знаете, Кельский, ну, тот человек, которого убили, он был главой земельного управления и наш санаторий опекал. Теперь, наверное, нас выселят, а санаторные земли распродадут. Ну, захотят выселить, значит, выселят. А кто вас все-таки избил? Ну, мне же можете сказать, я же не враг. Я ничего не знаю. Я фотограф, солнце фотографировал. Ну, и что вы видели? Видел, что машины подъехали, больше ничего. А сколько их было? Три. Три машины. А что они делали? Ну, что конкретное вы видели? Да не знаю я. Солнце уходило. Все, что знал, рассказал в ментовке. После этого всю мою квартиру перевернули, меня избили. Видимо, кому-то не понравился мой поход в органы. Это значит, вас боятся. Тогда тем более нужно давать показания. Катя, я не хочу еще больше во все это вмешиваться. И тебе не советую. Послушай, давай поступим так. Я здесь пережду какое-то время. А потом, когда все закончится, я помогу вам с Алиской деньгами. Вам хватит на первое время. Отдавать не нужно. Вы меня что, оскорбить хотите? Послушай, Катя, я так тебе больше помогу. Ты хоть дочку сможешь художественную школу устроить. Спасибо, не надо. Я сама отлично справляюсь. У меня, может быть, сумма отложена значительная на ее образование. Просто она маленькая еще, пусть подрастет. И вообще у нас все очень хорошо. Да я вижу, как у вас все хорошо. Алиский отец хоть тебе помогает? А это вас вообще не касается. Извините, чтоб обеспокоила. Подожди. Я подумаю насчет дачи показаний. Правда? Обещаю. Спасибо вам большое. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ало. Да. Да. Он весь день пробовал в санатории, сейчас там ночует. Может, это не просто случайный свидетель, а? Алло? Алло? Слышу. Что будем делать? Несчастный случай. Понял. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Эй, кто там? Аля, это вы? Лев Борисович, это вы? А я ёжика видела! Лев Борисович! Лев Борисович! Лев Борисович! Не пугайте меня! Ой, не пугайте! Помогите! Человеку плохо! Ну, не бой! Пожар! Пожар! Люди! Пожар! Помогите! Здесь пожар! Люди, с анатолью горит! Дождите, че шумим? Ну, что ты стоишь? Вызывай пожар! Я серьезно? Пожар! Горим, горим! Давайте просыпайтесь все! Смотрите, ребенка, пожалуйста! Алиса, вот там! Вот там! Саша, вставай! Просыпайся, гори! Саша! Катя! Где Катя? Саша, ну, вставай, давай! Ну же, быстрее! Подожди! Тученька, будь здесь! Хорошо! Ты поняла меня, будь здесь! Оно все хорошо! Сидите, придите! Мама, ты здесь! Мама, я здесь! Тученька, тихо, тихо, тихо! Будь здесь! Хорошо! Как ты поняла меня, будь здесь, а насекуешь. Бегите, бегите! Катя, на! Давай сюда, давай сюда! Катя, ты же давай! Садись сюда! Давай быстрее! Спасибо. Лев Борисович, я вам вашу сумку принесла. Как вы? Сильно болеете? Спасибо. Спасибо. Да нет. Как я переволновалась. Лев Борисович. Как? Как Алиса? Нормально. Все спать я ее уложила. Как вы себя чувствуете? Ну, врачи говорят, сотрясение. Ну… Ой, это я скорую вызвала. Спасибо большое, девочки. Это поджог. Да вы что? Да. Я видел канистры в руках у этих парней. Вам сейчас нельзя разговаривать. Пожалуйста, поднимайтесь. Лев Борисович, давайте я вам помогу. Держитесь. Вы теперь ценный свидетель. Здание категорически непригодно для проживания. В течение двух недель его нужно освободить. Мы, признаться, давно понимали, что часы сочтены. И печально осознавать, что точку приходится ставить после трагичного случая. Вот акты об осмотре территории. И штрафы нарушений правил пожарной безопасности. Все будет сделано в кратчайшие сроки. Подпишите. Да-да. Это была жизнь на пороховой бочке. Саша, подождите, пожалуйста. Давай отсюда. Вам же некуда идти. Вы сами говорили. Саша! Придумаю что-нибудь. Ну, в городе опасно. А здесь как у Христа за пазухой. Только здесь поджигают слегка. Это меня хотели убить, Катя. Меня. Понимаешь? Моему единственное место, куда сейчас стоит идти, так следователю в область. Мы же вчера вечером обещали быть свидетелем по делу убийства Кельского. А если в области не помогут, мы в министерство пойдем. Если там не помогут, еще выше пойдем. Но это единственный способ как-то это все остановить. Да как ты не понимаешь? Я уже ходил, а после этого как раз все и началось. Мы ничего не сможем сделать. Ничего. Полиция тесно связана с бандитами. Я убедился в этом на собственной шкуре. Это система, Катя. Система. И нам ее не сломать. Единственный способ — это затаиться на времени, ждать, пока все это не успокоится. А дальше будет вин. Я жить хочу, Катя. Жить, понимаешь? Вы же не один. Это же не только вас касается. Вы на людей вокруг посмотрите. Им что, тоже затаиться? У них нет возможности пересидеть на курорте. Для многих это вообще единственное место жительства. Остановиться сейчас все равно, что их убить. Поэтому ты мне предлагаешь пойти этим убить себя? Катя, я не Господь Бог, чтобы брать на себя такую миссию. Не смогу воскреснуть, Катя. Не смогу. Так что каждый сам за себя. Ну, уходи. Уходи. Послушай, Катя. Правильно ты все говоришь. Вали отсюда. Катя, подумай лучше о себе и о дочери. Вы живете как бомжи и бомжам помогаете. Они тебе не помогут, Катя. Не помогут. Он всегда был и останется злым и несправедливым. Мне казалось, что вчера вы были искренни и настоящие. Вчера я вам поверила. Вчера я вам поверила. Катя, когда он был и не убил, он был и не осторож. Уху, уху. Уху. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok